Я тебя тоже не сразу узнал. Да? Угу. Ты зачем усы сбрил? Что? Я говорю, зачем усы сбрил, дурик? Ох, аллах. Привет, мои дорогие, меня зовут Татьяна. Я безумно рада, что вы вновь на моём канале. Сегодня, девчонки, у меня будет видео по запросу, как я эпилирую свои брови и усики. Я думаю, ни для кого не секрет, да, что у нас у всех есть какой-то вот этот пушок ненужный, который мне постоянно раздражает. Просто я думаю, не только меня одну. И вот эти маленькие усики, тоже пушковые. Сегодня мы их будем убирать. Что нам для этого нужно? Из фикс прайса у меня уже закончились полосочки, поэтому у меня остались вот такие только большие. То есть у меня восковые полоски для депиляции, для чувствительной кожи с ромашкой. Здесь 20 штук, но они большие. То есть вот такого плана. Мы будем сейчас их обрезать. Что, те маленькие, всё равно их нужно обрезать под вашу форму, которую пушковую надо удалить. Либо под усики, либо под вот эти пушок. Под пушок. И поэтому сейчас я вам покажу, как я это делаю. И я думаю, мы приступим с вами. Тут у меня немножко, секундочку. Что-то темно как-то стало на улице. Что нам понадобится? В кружечке. Вот такая у меня кружечка. Видите, какая красивая? Из сумерек. Обожаю сумерки. Кто любит сумерки, ставим класс. Просто теплая водичка. Вот даже идет пар. Чтобы немножко подплавить нашу вот эту бумажечку. И детская присыпка у меня вот такая. Без детской присыпки, то есть вот эти полоски не захватывают пушковые волосы. Они могут захватить большие толстые волосы, но вот этот пушок они захватывают только благодаря присыпке. И какая-нибудь вот такая фигня, на которую мы вот высыпем присыпку. Вот так. И будем присыпать. Итак, значит, как я делаю? То есть я беру на пальчик присыпку. Вот так наношу ее на те волосы, которые... Я специально отращивала пушок и тут, и тут, чтобы вам показать. Потому что не могу уже снимать красивое видео вот с этим мехом на лице. Как у Брежнева уже. Вот так вот детскую присыпку полностью насыпаем. Она у меня, как всегда, на всем лице, даже если я делаю брови. И на этот. На эту сторону тоже делаем. То есть я вам сейчас покажу, наверное, поближе. Если вы увидите вот волосинки, которые... Я думаю, каждая девушка видит свой пушок. Поэтому не надо мне тут особо ничего показывать. И также под низом. Вот тут под бровями, вот этот нижний пушок мы тоже. И вот здесь вот тоже есть у нас пушок. Так что везде, где есть пушок, сразу намазывайте присыпкой, чтобы потом было вам проще и не париться. Прилепил сразу и отодрал. Отодрал не хорошее слово. Но содрал тоже не подходит. Потому что именно отдирание происходит. Мне уже не больно. Может, кто первый раз будет делать, тому будет больно. Но я уже привыкла к этому. Поэтому мне не больно. Я извиняюсь, если вы слышите наших футболистов, которые все время кричат и матерятся. Но просто открытое окно, а без открытого окна сидеть просто невозможно. Значит, вот так я намазываю все, что мне нужно, чтобы присыпка пропиталась и захватились все пушковые волосинки. То есть процесс этот происходит довольно быстро и безболезненно практически. Поэтому ничего тут сложного нет. Значит, для бровей. Вот у меня уже есть полукруг. Да, я уже состригала. Тоже вот так вот полукругом делаю. Чтобы было удобно. Потому что бровь у нас полукруглая. И вот этот полукруг мне не нужен. Отрезаю ненужное. Получается вот здесь у меня воск. А вот здесь, вот за эту черточку, я буду, так сказать, отдирать с вашего лица. Со своего лица. Значит, водичка теплая. Я вот так прикладываю буквально 5 секундочек. Все, воск проплавился. Потому что он застывший. И вот, раздираю полосочки на две части. И быстренько прикладываю на весь пушок, который мне не нужен. То есть, вы прикладываете, вы видите волосинки. Вот эта полоска, это не воск. Но мне тоже пришел воск, я думаю, мы с вами попробуем. То есть, вот эта полоска, вот этот пушок, она не захватит. Здесь надо будет еще одну полоску прилеплять. И сюда вот так же. Потому что вы все равно не сможете сделать такую форму, чтобы и тут, и там захватить. Потому что вот тут у меня волосы я отращиваю, они нормально растут благодаря костровому маслу. А вот тут он просто пушок, и в разные стороны он торчит, и не укладываются никаким гелем. Значит, вот так прилепляю. Если я сейчас вот прям сдеру эти ленточки, то они не все волосинки захватятся. И поэтому нужно маленько посидеть. Когда я тут сижу, чтобы не терять свое время, то есть, как правило, я смотрю какой-нибудь фильм, когда я делаю вот с этой стороны, я отрезаю ровную полосочку. Мы будем уже с вами усы наши убирать, усы. Ой, да, мужчины тоже смеются над женщинами. Я знаю, что среди моих подписчиков есть и мужчины, вот они, наверное, им смешно. Но я не люблю пушковые волосы на лице, и ничего тут смешного нету. Поэтому мужчинам тоже можно такой способ. Я тоже вот так вот отделяю и накладываю уже вот сюда. То есть, чтобы не терять время, я накладываю вот сюда. Сильно прижимаем, чтобы они все схватились. Чтобы все пушковые волосиночки захватились наши. Брови у нас уже готовы, и мы одним движением. То есть, иногда, когда там после соля или солнца, я долго приноравливаюсь, потому что это, как бы, ну, больновато. А когда ничего такого нету, просто одним рывком сейчас выдеру. Вот так вот это делается. И, ну, вы сейчас не увидите волосинки. Вот все они здесь остаются. Бывает, что не все захватываются, которые сильные там сидят. Но пушок весь уходит. И практически не надо ничего подправлять пинцетом. Вот одна волосинка какая-то осталась тут. Которую можно подправить пинцетом. Когда долго не выдираешь, а они там глубоко сидят. И не хотят вылазить. Вот. Все. Теперь мы вот тут будем, которые не захватились. И, чтобы сразу не терять время, еще раз намазываем. Оставшуюся вот эту. Я понимаю, что это выглядит, как из фильма Франкенштейн сейчас. Но что поделать. Это буквально занимает 5 минут времени. И никто вас практически не увидит. Это я просто сейчас вам показываю, чтобы не терять времени там и там. А буквально это делается за какой-то короткий промежуток времени. Теперь мы здесь делаем это. Вот. Все волосинки с корнями убираются. Вот весь пушочек. Вот весь пушочек убирается с корнями. И вообще все прекрасно. Теперь тоже вот тут вот. Которые у нас не достают. Тоже прилепляем. Вот так вот. Я заказала с Алиэкспресс воск. Я уже его попробовал. Мне уже пришел шоколадный воск в таких гранулках, да, кругленьких. Но он везде есть. Не только на Алиэкспресс магазинах. Он достаточно тоже хорош. То есть его можно прямо вот так вот шпателем намазывать. В следующем видео, я думаю, попробуем, когда отрастут. И как бы, ну раз полоски уже есть, куда их девать. А потом, когда закончатся полоски, я думаю, мы будем тот воск использовать. Все, здесь уже прилипло. Все, весь пушок у нас остался здесь. Вот так убираю воск, который остается. Главное сейчас намазать кремушком это все. Здесь тоже весь пушок остался у меня здесь. Люблю разглядывать волосинки, которые удаляются с корешками. Вот прям вот хлебом не корми. Да, и все, мне пора взглядывать. И теперь, чтобы тоже время не терять, так как у нас вот здесь еще есть пушок, который нам мешает, я тоже отрезаю вот такую пластинку прямую. Так, прямую пластиночку. Вот такую. Тоже сейчас кружечки прикладываю, чтобы она немножко расплавилась. Еще сюда промакиваю. Детская присыпка. Без присыпки даже можете не пытаться. Я думаю, ничего такого не будет. Вот. Теперь тут уже все. Пушок весь здесь. Здесь чисто. Вот. Здесь тоже чисто. Уже месяц рос, рос пушок. И буквально вот 3 минуты не прошло. Весь убрался. Так, теперь здесь. Здесь тоже уже все волосинки выдрались. Все. Красота. Вся в присыпке. Пушка нигде нету. Может быть небольшие покраснения, конечно же, потому что вы все-таки растягивали, надавливали на кожу. Но сейчас я пойду умоюсь, нанесу ночную сыворотку, потому что уже вечер и все прекрасно. На утро никакого пушка, никаких покраснений. Корни не врастают таким способом. Вот тут одна осталась волосинка. Она просто приклеилась к другой волосинке. Поэтому мне очень нравится такой метод. Вообще без проблем. Одним движением. Не люблю вот это вот пинцетом. Поэтому все быстро. Вот вам. То есть это самый быстрый способ, которым я пользуюсь уже, наверное, лет 6 или 7 это точно. Поэтому сейчас пластинки закончатся. Буду воском пользоваться. Так что желаю всем красоты, здоровья, мира над головой. Экспериментируйте, как обычно, я всем желаю. И вот 5 минут никто вас не увидит. Зато будете без всяких пушковых волосинок. Будете красотками. Всем пока.